Это восьмой класс Бишкекской общеобразовательной школы. Урок, который здесь сейчас идет, можно назвать экспериментальным. Школа попала в число пилотных, в которых проходит апробация нового предмета «История религиозной культуры». Предмет рассчитан на один учебный год. Он рассказывает, какие есть в мире религии, как они возникли, какие есть различия и особенности. Были сложности, были вопросы, потому что первоначально многие не поняли, о чем предмет. Почему нашим детям были со стороны родителей тоже вопросы. Они говорили, почему нашим детям, например, я мусульманин, почему вы обучаете моим детям другие религии. Мы им объяснили, мы им просто даем, это не религиозный предмет, это религиоведческий, мы знаем, даем им знания. Мы детям даем, вот как религия повлияла на культуру развития, как она повлияла на развитие науки, как она повлияла на развитие, в целом прогресс, цивилизация человечества. Чтобы избежать недопонимания, перед началом учебного года школьный учитель собирал родителей учеников и объяснял все тонкости нового предмета, что он не является пропагандой какой-либо религии. Учитель на уроке должен относиться нейтрально ко всем религиям, пытаться не задеть чувств ребенка относительно его вероисповедания, должен дать общие знания, не должен отдавать предпочтение только исламу или христианству или буддизму, должен помочь понять детям, что в целом представляет из себя религия. Предмет «История религиозной культуры» – это плод совместной работы специалистов Государственной комиссии по делам религий, Министерства образования и науки, Кыргызской академии образования, а также экспертов-религиоведов и представителей разных конфессий, представленных в Кыргызстане. Предмет больше дает такое понимание о том, какие религиозные традиции существовали и существуют в мире, какой вклад они внесли в культуру. И в этом плане оно призвано больше расширить вот эти мировоззренческие компетенции у учащихся, показать, что религиозные феномены – они потрясающие, они разные, они по-разному влияли на культуру, и мир не замыкается только на той религии, которую мы для себя представляем, что это огромный мир, и он разный. Апробация предмета идет уже пятый год. По словам ответственных специалистов, большое внимание уделяется подготовке учебника и методического пособия для учителей. Предмет постоянно дополняется, где-то упрощается. Задача стояла сделать учебник максимально понятным, корректным и уважительным ко всем религиям и, конечно, емким по содержанию. Когда вот первоначальный вариант, когда я сам читал, я ничего не понял. Очень академическим, очень сложным языком было написано. И постепенно-постепенно мы сделали предмет очень понятным, доступным, в первую очередь для детей, для учителей. Процесс был очень такой долгий, потому что начиная с 2015 года мы не поторопились, и мы обсуждали во всех регионах, во всех областях, со всеми религиозными организациями. В отделе развития образования Управление образования при мэрии Бишкека прислушиваются к каждому учителю, который по итогам своей работы по предмету писал отчеты и давал свои рекомендации о необходимых корректировках и уточнениях. Сейчас учебник и методическое пособие для учителей готовятся к тиражу. Министерство образования уже объявило соответствующий тендер. Всего в апробации участвуют 56 школ по всей стране, охвачено около 300 учеников. Шесть школ находятся на территории Бишкека. Выяснилось, что да, это надо детям. Надо, очень даже надо. Потому что понимание, что не только есть мусульманская или христианская религия, это вообще дает хорошие результаты, что есть направление. Мы не призываем, чтобы они в какой-то религии выбирали. Нет. Некоторые еще были случаи, когда они отказываются от прививок. Это тоже неправильное понимание религии. Неправильное понимание религии не только детьми, но и их родителями. Можно изучать этот предмет и изучать его глубоко, чтобы они знали цели, задачи, какая религия на что направлена. Вот это основная цель этого курса. Во время обсуждений школьного предмета «История религиозной культуры» привлекались представители религиозной конфессии, теологи, религиоведы, чтобы в учебнике было правильное описание каждой религии. Однако решено, что представители конфессий не должны преподавать детям, поэтому курс ведут учителя истории и предмета «Человек и общество». Подчеркивается, что это сугубо светский предмет. Мы хотим, чтобы у детей формировался иммунитет, у них через знания мы здесь будем бороться против радикализации, экстремизма. Главная цель сегодня – формировать среди молодежи, среди наших граждан межконфессионального диалога, межконфессионального взаимоотношения, чтобы мы должны уважать разные культуры, мы должны уважать разные религии в том числе. Планируется, что предмет «История религиозной культуры» будет введен во всех школах республики на следующий 2020-2021 учебный год. Педагоги будут проходить курс повышения квалификации в профильном республиканском институте. Те учителя, которые уже ведут предмет в пилотных школах, имеют соответствующие сертификаты и готовы поделиться опытом с коллегами из других школ. Субтитры создавал DimaTorzok